29-й том творения святых отцов Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского Часть 4 Толкование наведения пророка Доминила Предисловие Если бы всякому удобно было объяснять провещание божественных пророков И, простираясь далее буквального смысла, погружаться в глубину И уловлять сокровенный там бисер разумения То, может быть, и справедливо было бы признать излишним писать толкование на пророчество Потому что всякому не трудно при самом чтении постигать пророческую мысль Но поскольку хотя у всех нас одна природа Однако же не всем дано равное видение Ибо сказано Каждому дается явление духа на пользу Одному духом дается слово премудрости Другому слово разума Тем же духом Другому же вера тем же духом 1 Коринфянам 12.7 Равное и все прочее сообщается раздельно 2 Коринфянам 12.7 То, думаю, что не хода поступлю Если не знающим божественных пророческих писаний Письменно сообщу их учения Из детства будучи вскормен ими И собрав хотя малое некое сведение У многих благочестивых писателей Ибо и закон Божий повелевает Чему научились у отцов Обучать тому потомков Сказано, научи этому сынов твоих И сынов сынов твоих Старозаконие 4.9 Поэтому и великий учитель Давид говорит Внимайте, люди мои, закону моему Преклоните ухо ваше Глаголам уст моих Открой уста моих притчах И провещанию гадания древние Солом 77 Потом показывая, откуда познал И это продолжает Что слышали и познали мы И отцы наши поведали нам Не утаим от детей их в род их И объясняя причину этого знания Говорит еще Закон положил в Израиле Те заповеди отцам нашим Чтобы сказывали их сынам своим Чтобы знал род грядущий Сыновья, которые родятся и восстанут И расскажет то сыновьям своим И показывая пользу этого обучения Присовокупляет Да положат на Бога Упование свое И не забудут дел Божиих И заповеди его взыщут Поэтому приняв учение это от отцов Обязаны мы Воздать справедливый долг Младшим себя И тем, которые будут после нас И при том справедливость требует Воздать долг сей Благопризнательно И не закон только Божий Побуждает нас к этому Многие люди значительные Ко мне близкие Усердными и настоятельными Просьбами Понуждали меня отважиться На сей подвиг Поэтому пророчество Божественного Даниила Постараемся сделать Сколько можно более ясным Для незнающих А может быть труд этот Не будет бесполезен И для удостоившихся ведения Потому что и они Или найдут нечто большее Того, что сами уразумели Или в нашем находя свое Таким общением Подтвердят постигнутое Ими самими Ибо согласие многих Обыкновенно утверждает Наши мысли Предприемлем теперь Толковать всего пророка Не потому, что пренебрегаем Других пророков Да не будет этого Ибо знаем, что Все они Орудие Божия Духа Но, во-первых, потому, что Близкие к нам требовали Толкования этого пророка И почли мы приличным Удовлетворить просивших В том, о чем они просили А сверх того Безумие и бесстыдство Иудеев располагают нас Оставить на сей раз Других пророков Раскрыть же и привести В ясность предречения Данииловы Потому, что иудеи Дошли до такого бесстыдства Что Даниила Исключает из сон Мог пророков И даже лишает его И самого наименования Пророком И это ухищрение Их сверхбесстыдство Их имеет особую цель Поскольку Даниил Гораздо яснее всех Прочих пророков Предвозвестил пришествие Великого Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа Не только предсказав Что совершит он Но предрекшее время Означив даже число лет До его пришествия Ясно изобразил все скорби Какие постигнуты их самих За неверие То как Бога ненавистные Враги не истины Не без причины Осмеливаются они Бесстыдно утверждать Что предсказавшее это И многое другое Не пророк Такой приговор свой Почитая достаточным К подтверждению лжи И немало не удивительно Если с неистоством Восстав против единородного Клевещут на усердных Слуг владыки Последнее сообразно с первым Поэтому и Господь говорит Если меня изгнали То изгонят и вас Иоанна 15-20 И еще если господина дома Назвали Вильзиулом Не тем ли более домашних Его Матфея 10-25 Чтобы в большей мере Обличить бесстыдство Иудеев Спросил их так Что называете Свойственным Пророку Может быть скажут Предузнать И предсказывать Будущее Поэтому посмотрим Не предузнал ли И не предрек ли Будущее Блаженный Даниил Не коснемся пока Слова о владыке Христе Представим же на вид Другие его пророчества И так находим Что предрек он Многое о царстве Вавилонском Многое о царстве В персидском И македонском Многое о царстве Вавилонском Предрек Что случится С царем Вавилонским Как царством Его возобладает Перс А потом царь Македонский Сокрушил их Сам вскоре Кончит жизнь И вместо Одного Наследует царство Четыре царя Происшедший от Одного из них Причинит Иудеям Тысячи зол Но воспользовавшись Божьей помощью Избавятся они От этого Зверства Потом Переходя К дальнейшему Даниил Предсказывает Могущество Римлян Предсказывает Что они Преодолев Все царства Со всех Будут Собирать дань Должно Должно ли Говорить О том Что Предрек Он О царях Египетских И Сирийском Сколько Зла Причинят Они Друг Другу Как После Этого Вступят В мирные Договоры Супружества И Родственные Узы Потом Снова После Бывшего Замирения Начнут Непримиримые Войны Поэтому Кто Предузнал И Предрек Все Сие И Оставил В память Нам В Писании Того Не Злочестиво Ли И Не Беззаконно Ли Исключать Из Сонма Пророков Ибо Если Это Чуждо Пророчеству То Что Ему Свойственно Если На Том Основании Что Пророческие Речи Свои Не Начинают Словами Так Говорит Господь И Лишает Его Звания Пророка То Пусть Скажет Нам Что Подобное Изречено Патриархом Авраамом Которого Бог Всячески Называет Пророком Ибо Авраам Сказано Ныне Отдай Жену Мужу Ибо Он Пророк Если Помолится О тебе И жив Будешь Ты И весь Дом Твой Бытие 27 И Блаженный Давид Об Аврааме Сыне И Внуки Его Говорит И Обречал О них Царей Говоря Не Прикасать Их Помазанным Моим И Пророком Моим Не Делайте Зла Псалом Псалом 14 И Великий Пророк Самуил С детства Служивший Во храме Не Имеет Отличительных Признаков Пророчества Подобного Другим Пророкам Но Или В Сновидениях Или В Каких Либо Откровениях Бывших Днем Удоставился Предведению Проразумений И Провещаний Поэтому И Им Объявите Открытую Войну И И Их Явно Извергнете Сонмам Пророков Если же Отрекаетесь Нанести Такое Оскорбление Им То Избегните Клеветы На Даниила Потому Что Он Пророк И Пророк По Сильному Желанию И Усерди Приявший Ведение Грядущего Потом И Трудами Постом И Злостраданием Достигший Того Что Научен Будущему Предузнал И Предразвестил Не Только Что Будет С И И И И И И И И И Домо Строительство Общих Событий Во Вселенной Поэтому Рассудите Не Крайне Или Несправедливо Присислять Пророкам Авде Предрекшего Бедствия Какие Постигли Только И Думеев Так же И Он И Наума Присвестивших Об одном Городе Ниневе И Блаженного Даниила А Блаженного Даниила Предсказавшего Не Об одном Только Городе Не Малочисленном Народе На Величайших Царствах Халдейском Персидском Македонском Римском О том Что Совершено Каждым Из Них Лишать Пророческого И И И Утверждать Что Он Чушь Духовной Благодати И Вам При Крайней Вашей Неблагодарности Должно Было Устудить Синавуходоносора Этого Злощестивого Зверонравного Варвара Непосвященного В божественные Тайны Который Однако Ж Взывает И Говорит О Данииле Духа Божия Святого И 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 Данииле И Подлинно Духа Божия Делом Было Рассказать Сон Который Другому Виделся И Забыт Им И Подробности И Истинно Истолковать Он И Но Но Вас Не Убеждает И Это Прекратить Своё Неистоство Против Пророка Напротив Того В лице Пророка Восстаете Вы На Владыку Этого Пророка Впрочем От Ухищрений Ваших Не Потерпит Вреда Пророк Его Божественное Писание Показывает В нем Пророка Подтверждается Предведение Его И 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 Пророчество И Мы Ныне Рассматривая События Понимаем Таковые Древние Предвещания И Руководимые Самыми Событиями Легко Доходим До Уразумения Письмен А Вы И Этим Обнаруживаете Своё Безумие Но Теперь Вкратце Изложили Мы Обличение Вашего Без Подробно Подробное И Столкование Сын Брата Брата Которого Назвал И И Аким Последнее Несколько Священных Сосудов Употреблявшихся При Богослужении И Наложив Некоторую Дань На И Аким Возвратился Вавилон Потом Когда И Аким Не захотел Платить Определенную Дань Нам Вавилон Вавилон Царство Далурию, сына Самеева, и Иеремии, сына Хелкиева, мужа, отличенного священством и даром пророчества. А с теми, которые в первое пленение отведены пленниками в Вавилон, послал блаженного Даниила из Икииля, Ананию, Азарию и Месаила, чтобы, имея точных наставников в житии по закону, не потерпели большего вреда от сообщения с варварами, но имели перед собой образцы, напоминающие им добродетель и любомудрие предков. Столько-то Бог всяческих промышляет о грешниках, что для пользы их усердно ему работающим и готовым всегда служить, попустил быть отведенными в плен, потерпеть тяжкое рабство, подвергнуться многим опасностям и проводить жизнь среди бурь и волнений, ибо так говорит через пророка Осию, «За вас убивал пророка ваших словами уст моих». Осия 6.5 Так, содевая спасение вселенной, попустил святым апостолам претерпеть страдания, какие известны нам из Писаний о них. Так, промышляя об иудеях, устроил, что вместе с ними взят вавилоны блаженный Даниил, который, будучи юнг и отличаясь красотою, вместе с теми боголюбивыми отроками, воспитанные в царских чертогах из детства, обилую божественную благодатью, когда исполнился всякой мудрости и разумения, снискал великое дерзновение перед державствовавшим и проповедов слово благочестия, и для него соделался полезным, и даже не для него только, но и для всех подданных. Потому что, чему научился царь из его наставлений, то передал своим подданным, постановив закон, которым ясно повелевалось, чтобы все подчиненные его власти поклонялись Богу, чтимому Даниилам. Итак, кратко сказали мы, когда и для чего богомудрый сей пророк отведен вавилон, и сколько благ был виновником не только для соплеменников, но и для варваров. Силу же пророчества, точнее, покажем в подробном истолковании. Поэтому, призвав на помощь божественную благодать, начнем изъяснение. Отделение первое. Глава первое. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел на Луходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Прежде всего прочего, по необходимости упомянул о тогдашнем царе и означил нам год, чтобы ясно могли мы знать время первого пленения. Ибо в третий год царствования Иоакима, именовавшегося Елеакимом, который царствовал после Иохаза, был же отцом того Иохаза, который именовался и Иоакимом, и Иохонией. В первый раз взят был Иерусалим. Это же самое, упоминать современных царей и годы, показывает отличительную черту пророков. Ибо можно найти, что и другие пророки поступают так же. Сказано, видение, которое видел Исайя, сын Амосов, в одни озе, и Аафама, и Ахаза, и Езекии, царствовавших в Иудее. Исайя 1.1 И было слово Божие к Иеремии, в одни оси, сына Амоса, царя Иудина, в третье на десять лет от царства его. Иеремия 1.2 Иезекииле и каждый из прочих пророков весьма часто так же предначинают пророчество. Посему этого достаточно к тому, чтобы обличить беззаконие иудеев и показать, что пророк сей действительно пророк. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю и сенаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И это показывает духовную благодать в пророке. Ибо не всякому дано узнать Божие домостроительство. Да не ужас, подобившись Божия Духа, ясно познавал и других научает, что по пущениям Бога всяческих, за беззаконие народа и царя, и за великое нечестие, и город взят, и некоторые из священных сосудов достались во власть врагам. И крайне необходимо было выразиться так пророку. И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского. Чтобы не подумал кто, будто бы царя Сонавуходоносор собственно своей силою стал обладателем города, посвященного Богу. Пусть все их точности да знают, что когда Бог предал и отъял благодать из древле охранявшую город, тогда подпал Он власти врагов, ясно показуя это через пророка Исаию, сам Бог всяческих говорит так. Исаия 10.15 Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? А этим научает, что сам он налагает наказание на людей, в орудии же употребляет приводных для сего. И переселил, говорит, отправил их в землю Синаар в дом Бога своего. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Иной скажет, может быть, почему, когда согрешили люди, святые сосуды, принесенные в дар Богу, преданы злощестивым людям? Но, говорят, это не знающие цели божественных домостроительств. Ибо душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, почитает то безумием. А духовный же рассуждает о всем по словам божественного апостола. И как уверен, что божественным промыслом ничто не устрояется напрасно, так просвещаемый Божиим Духом дознает и причины. Так и это, о чем теперь вопрос, может дознать, кто вас желал понимать духовно. Потому что велика от этого была польза не и иудеям только, но и варварам. Во-первых, иудеи научены были, что естество Божие ни в чем не имеет нужды, потому что никак имеющий нужду Бог всяческих приемлет, приносимые людьми. Но их научает всем благодарность и им дает случай благоугодить и воздать ему благодарение. Ибо как иначе могли бы мы за оказанное нам благодеяние по возможности вознаградить благодетеля Бога, если бы этих малых и малоценных даров не принимал он от приносящих. Посему желаю убедить иудеев, что несобственные, удовлетворяя потребности, но не снисходя к их немощи, принимал от них приносимые ими жертвы, когда отвратился от них и предал их к пленению. Тогда по справедливости отдал с нами в плены принесенные ими в дар сосуды, которыми думали благоугодить ему. Ибо придав наказанию одаренных разумом, для чего бы пощадил вещи неодушевленные. Научают же Бога иудеевы самыми событиями, что ничем не отличаются они от вавилонян, злочистивых и варваров, потому что подобно им и сами не чествуют. Те, не приняв закона, не пользуясь руководством пророков, прибыли в неведение, а они же просвещаемые многими древними и новыми пророками, и, быв самовидцами бесчисленных чудес, пренебрегли Бога всяческих и продолжали служить неодушевленным идолам, поэтому предал сосуды варварам, как бы так вещая в самых событиях. Вы ничем не отличаетесь от варваров, потому что, как варвары, скверняете сосуды беззакониями, и совершенно равно вам ли иметь их или вавилонянам, Иване ими обладает нечестие. И этого достаточно было, чтобы обличить и вразумить иудеев, и немалую доставить им пользу. Вавилоняне же пока чтили, по их мнению, сосуды, оставляя их вне человеческого употребления и посвятив богам, которым поклонялись, да то ли не испытывали никаких скорбей. А когда царь Валтасар осмелился употребить их на пивпиршестве, немедленно был наказан и наказан достойно, а наказанием всем всем показал, какова сила тех сосудов. Показал, что бог не против воли лишен сосудов своих, но добровольно предал их за великое беззаконие народа. Так поступил Андреев Искивотов, когда Офни Финиес беззаконные и мерзкие сыны священника Ильи, взяв кивот, пошли на помощь единоплеменным. Тогда бог облегчает их нечестие, не удостоив немалого промышления, предав же их справедливому избиению, а кивот иноплеменникам, вразумляя и научая опять израильтян, что не ему нужен кивот, но для них устроен он богом, впрочем, и для их потребности стал излишним, потому что небоязненно приступает к божий закон и предпочитает жить в нечестие. Но чтобы не возмечтали о себе иноплеменники, будто бы превозмогли они бога, потому что кивот признавали они богом иудеев, заключая так по устроению собственных своих идолов, и чтобы не навлекли этим великого вреда, как взявшие в плен самого бога иудеев, и в виде победного памятника, принесшая в дар богам своим, бог устрояет, что догон иудол, которому они поклонялись, падает и сокрушается перед кивотом, а тем показывает вид поклонения, самым делом признает себя побежденным, и дает видеть рабство живущего в нем демона. Делает же сиение один раз, но двукратно и даже многократно, бог налагает различные язвы на самих иноплеменников, пока не возвратили они кивота и не присовокупили даров, означающих постигшие их наказания. Поэтому и тогда и при Науходоносоре произошла двоякая польза, не только иудеям, но и варварам стало полезно кратковременное сие Божие попущение. Стих 3 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, то есть из Израилевых, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и разумеющих науки и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Так Бог всяческих избрал немощное мира, чтобы посрамить высокое. А люди ищут телесные красоты и роста и силы и мудрости, не божественные познающие, но привлекающие доброречие. Поэтому и из этого можно дознать, какое расстояние между божественным и человеческим. Показывает же кичливость царя, что пожелал взять в услугу себе не просто пленных, но происходящих от царского рода. А вместе с тем исполняется в этом пророчество Исаии, произнесенное царю Езекию 39.5.7 И сказал Исаия Езекию, выслушай слово Господу Саваофа, вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь. И возьмут и сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекия Исаии, благослово Господне, которое ты изрек, потому что предсокупил он мир и благосостояние пребудут во дни мои. Об этом-то пророчестве, напоминая нам, блаженный Данил говорит, что царь повелел ввести от пленных сынов Израилевых и от племени царского и от Фарфамин. Вот. А словом этим из отроков из дома царского Фарфамин показывает названный в рейском языке Диев Сима же слово Фарфмин перевел избранных. Стих 5 И назначил им царь ежедневную пищу царского стола и вино, которое сам пил. И велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были сынов Иудин и Даниил Анания Месаил и Азария. В этом порог показывает нам щедрость царя, потому что снабжал их немалоценную и рабскую пищу, как пленников, но повелел пользоваться им царскую трапезу. Скорежь за этим показывает свое и товарищей своих воздержаний любомудрия, не любочестием вводясь, но предлагая полезные учения желающим пользоваться. Можно видеть всем и скромный образ мыслей в пророке. Сказав выше, что царь повелел избрать юноши племени царского, отличающиеся красотой и ростом, и перечислив имена избранных, упомянул просто об Иудином колене, но утаил родство с царским домом и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Месаилом Месахом и Азарию Авдинага. И это у них почитается правом владычества. Покупая рабов, переменяют именование, что перемену именования давали знать о своем рабстве. Так и здесь поступил старейшина евнухов и отняв именование еврейское, дал им имена халдейские, потому что царь повелел обучить юношей и халдейскому языку. Даниил положил сердце своем не оскверняться ястами со стола царского и вином, какой пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Боголюбцы не на одном каком месте взыскуют сущего над всеми Бога, но куда ни приходят, совершают ему одно и то же служение, и находясь в тесных обстоятельствах, также поклоняются своему Создателю. Но в этом можно находить нечто чрезвычайно удивительное, воспитанное иудеев отроки, научившиеся служить Богу на известном месте, потом, поселившись на чужой стороне, будучи принуждены рабствовать в самом юном возрасте, доведенные до необходимости жить под иными законами, стараются сохранять отеческое благочестие. И поскольку видели, что вавилоняне оскверняют пищу призванием идолов, а вино возлияниями, то пренебрегший видимое здравие, возглушавшись тем, чтобы наслаждаться царской трапезой, умоляют старейшину Евнухов дозволить им питаться не царскими пищами. Стих 9. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. С нашим произволением сообразуется Божья нас попечения, едва только отроки эти избрали для себя божественное, как изведали Божью помощь. Это как находим было с Иосифом и восказано и был Господь с Иосифом и был он муж благополучен и возлиялась на него милость и благодать перед начальником стражи темничного Бутия 39. 2. Поэтому научаемся из этого, что Бог никого из уверовавших в него никогда не оставляет без своего о нем попечения. Потому и другой пророк вызывает попросите древние роды бывшие прежде вас кто веровал Господу и был постыжен Стих 2.10 И начальник Евнухов сказал Даниилу Боюсь я господина моего царя который сам назначил вам пищу и питье и если он увидит лица ваших худощавей нежели отроков сверстников ваших то вы сделайте голову мою виновную перед царем Опасение старичины Евнухов было не без основания потому что был он человек не вкусивший духовной благодати и на дела человеческие взирал по-человечески и думал что тело может питаться и свести только от роскошных снедий и боялся что если другие будут питаться роскошно а они жить воздержанно то в лице у них видно будет некое различие он потерпит крайнее наказание за то что поступил вопреки царскому повелению но когда блаженый Даниил увидел что он боится обратился с просьбой к Камелсару которого старейшина Евнухов приставил попечителем к нему и Канане Азаре и Месаилу и говорит Сделай мудрого 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 Даниила ибо так веровать и твердо надеяться что сподобиться Божьей помощи и не принимая пищи окажешься более благообразным прекрасным и рослым нежели те которые будут есть наслаждаться пользуются царской роскошью не если это высшая степень благочестия но пророк прекрасно к просьбе своей присоединил убедительность ибо говорит по прошествии десяти дней то есть в течение этих десяти дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья и после суди по лицам нашим если найдешь то какой-либо вред будет телам нашим от такой пищи приказывай что заблагорассудишь не станем тебе противоречить столько божественный сей муж из детства имела попечение о божьих законах и веры в законоположника так сказал Давиил и Амелсар принял просьбу ибо сказал он послушался их в этом и испытал их десять дней по истечении же десяти дней лица их оказались красивее и телом они были полнее всех тех отроков которые питались царскими яствами то и произошло чего желал божественный сей пророк кому уверенно было попечение о них тому доказал что обещание его истины потому что сподобившись Божьей благодати оказались отроки эти гораздо лучшими тех которые пользовались царской трапезы тогда милсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи для него была двоякая выгода во-первых дознал что и содержащему пост можно приобретать телесные силы и благообразие и сверх того получая сам присылаем им пищу тем охотнее доставлял им желаемые ими семена после всего пророк поскольку говорит о себе одном по необходимости вызывает на среду и сообщников в благочестие и говорит и даровал бог четырем сим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости а Даниилу еще даровал разумеете всякие видения и сны не халдейское обучение говорит пророк соделала их смысленными и исполнила всякой премудрости но по божьей благодати сподобившей смысла и премудрости и всякого знания оказались они всех лучше а Даниилу еще даровал разумеете всякие видения и сны потому что и с детства видел божественные откровения не только во сне но и в бодрственном состоянии даже мог истолковать откровения бывшие другим сие и значит слова разуметь научаемся же из всего что бог всяческих не различает возраст но взыскует только благочестие и боголюбие если в юном обретает сие то предпочитает его многим старцам так именно находимым поступил он и с Иосифом и с пороком Самуилом потому что когда Самуил был весьма юным отроком явился ему и повелел предсказать наказание старцу в обличении престарелого и в доказательство изобилующей в отроке благодати стих 18 по окончании тех дней когда царь приказал представить их начальник Евнухов представил их Навуходоносору и царь говорил с ними из всех отроков не нашлось подобных Даниилу Анане Месаилу и Азарии и стали они служить пред царем и во всяком деле мудрого уразумения о чем не спрашивал их царь он находил их десять раз выше всех тайноведцев и волхвов какие были во всем царстве его Амилсару известна была разность пищи и без сомнения дознавал он силу Божьей благодати но может быть царь не знал ничего этого да и как было узнать ему когда пища всем равно раздаваема истребляема была Амилсаром однако же и он получил немалую пользу нашедший что всех избранных из других народов превосходит иудейские отроки красотой и ростом тела мудрости и разумением души стройности речей и всяким разумным познанием не просто же царь делал сравнение но предлагал некоторые вопросы хотел узнать истину посредством испытаний нашел что они не только превосходнее других но и в десять крат превышают их и на этот раз зазнал что иудеи премудри всех прочих народов сказав это пророк присовокупил и был там Даниил до первого года царя Кира не просто прибавил это но желая сделать известным время целого пророчества для этого и начало пророчества показал нам означил конец чтобы высчитывая годы бывших между тем царей дознали все время пророчества сверх этого пророк показывает нам что он видел Кира которым отпущены пленные и в настоящей жизни насладился с ним утешением увидев освобождение единоплеменников потому что в самый первый год своего царствования повелел Кир иудеям кто хочет возвратиться в иудеях и восстановил Божий храм познав от самого блаженного Даниила предречение пророка Исаия ибо Исаия ясно провозгласил скажи Иерусалиму отстроився и городам иудейским населитесь скажи Киру ты сотворишь волю мою Исаия 44 26 так говорит Господь помазаннику моему Киру которого я взял за руку чтобы пойти перед ним и города не затворятся ибо я пойду перед лицом твоим и горы уравняю ворота медные сокрушу и запоры железные сломлю и сокровища темничные сокровенные невидимые отверзу тебе Исаия 45 1 узнал это Кир всем кто хотел из иудеев даровал право возвратиться в отечество и книга Паралипоминон показывает нам год ибо говорит первый год царя Кира Персидского когда исполнилось слово Господне сказано устами Иеремии вози Господь дух Кира царя Персидского и повелел Киру проповедовать во всем царстве своем словеса Писаний говорят так говорит Кир царь Персидский все царства земли дал мне Господь Бог Небесный и он заповедовал мне создать себе дом в Иерусалиме который в Иудее кто у вас от всех людей его да будет Бог его с ним и да взыдите Второй Паралипоменон 36 22 По этой причине блаженный Даниил показывая время пророчества в Писании Иудеев включил сие и был там Даниил до первого года царя Кира А мы остановив на всем слушателя прославим благого владыку который поражает и исцеляет налажает раны и врачует наказует и являет человеколюбие свое ему слава во веки веков Аминь Отделение Второе Глава Вторая книги пророка Даниила Во второй год царствования Новуходоносора снилось Новуходоносору сны и возмутился дух его и сон удалился от него Из этого дознаем что Новуходоносор начав царствовать вскоре и немало немедля ополчился против Иудея в третий год царствования Иакимова и повелел Иакиму вносить дань взяв же пленников отвел их в страну ассирийскую а времени сего свидетельствует и пророк Иеремия говоря так слово которое было к Иеремии на всех людей Иудина в лето четверто Иакима сына и осени царя Иудина то лето первое Новуходоносора царя Вавилонского Иеремии 25.1 поэтому находим здесь что царь Новуходоносор при Иакиме когда исполнялся третий год его царствования сделал ополчение против иудеев пророк же Иеремия предлагая увещание свое народу в начале четвертого года сказал что это первый год царя Новуходоносор царю и блаженный Даниил сказал что первое пленение было третий год царствования Иакима царя иудейского и присовокупил теперь в лето второе царю Новуходоносору снился сон и присовокупил сиене без намерения но чтобы мы в точности знали время по этой причине божественные пророки упоминая о царях означает и число лет так в лето второе царя Новуходоносора снилось Новуходоносору сны и возмутился дух его и сон удалился от него и повелел царь созвать тайноведцев и гадателей и чародеев и халдеев чтобы они рассказали царю сновидение его они пришли и стали пред царем для разумеющих видно в этом божье домостроительство желая чтобы пророк его сделал царю известным сон его и следствие сего царь приял благие спасительные советы Бог устрашает царя сном отъемлит же памятование сна но как явно промышление Бога всяческих так для всякого благочестивого видимого и безумия царя ибо не крайне ли омрачение ума и от других требовать чтобы вспомнили сон его однако же говорит пророк и пришли и стали пред царем и сказал им царь сон снился мне и тревожится дух мой желаю знать этот сон и сказали халдеи царю парамейский царь вовеки живи скажи сон рабам твоим и мы объясним значение его прошение подлинно сообразно было с разумом но обещание кичливо потому что не человеческого разума дело без содействия свыше истолковывать божественные откровения по сирски все же говорили халдеи потому что собраны были из разных народов у которых хотя и у каждого был свой язык но в общем употреблении у всех был язык сирский и хотели им показать справедливость ответа но этим не убедили горделивого царя не требовать от людей того что выше естества отвечал царь и сказал халдеям слово отступило от меня если вы не скажете мне сновидение и значение его то в куски будете изрублены и домы ваши обратятся в развалины если же расскажете сон и значение его то получите от меня дары награды и великую почесть и так скажите мне сон и значение его это показывает не только дерзость и зверство но и крайне неразумие царя ибо крайний предел неразумия думать что от угрозы бедствиями или от обещания благ прибудет у халдеев знание поэтому халдеи ответствовали ему стих 7 они вторично отвечали и сказали да скажет царь рабам своим сновидение и мы объясним его значение сознаем свое рабство говорят но сознаем и свое естество и столковать сон если узнаем его в состоянии будем сказать же сон который тебе был открыт и потом предан с тобой изобвению мы не можем тем не менее этот суетный настаивал требуя напомнить ему сон отвечал царь и сказал верно знаю что вы хотите выиграть время потому что видите что слово отступило от меня так как вы не объявляете мне сновидение то у вас один умысел вы собираетесь сказать мне лож и обман пока минит время и так расскажите мне сон и тогда я узнаю что вы можете объяснить мне и значение его упорно и безумно требование заключающееся в этих словах но обвинение весьма справедливо хотите знать сон говорит царь чтобы сообщаться ставить какое-нибудь ложное толкование по обыкновению вести меня в обман приняв содействие продолжительность времени и выждав время исполнения выслушав это халдеи они как вероятно больше других имели перед царем дерзновение дают решительный ответ и совершенно отказываются напомнить ему сон халдеи отвечали царю и сказали нет на земле человека который мог бы открыть это дело царю и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновеца гадателя и халдея дело которого царь требует так трудно что никто другой не может открыть его царю кроме богов которых обитание не с плотью это не что-либо возможное как ты полагаешь требует от нас человеческого а не того что выше естества царствующим же всего более прилично править царством справедливо и требовать у подданных возможного чего же требуешь ныне требуешь несправедливо потому что такое ведение свойственно не людям обложенным плоти но естеству бесплотному в точности все знающему так сказано было халдеями но этим предуказывалось что и провозглашено после Даниилом поскольку халдеи сказали что не людям но богам свойственно знать сие то богомудро Даниил напоминает царю сон весьма точно и ясно истолковывает тот и научает царя что такое ведение принадлежит не людям присмыкающимся по земле и не богам несуществующим а сотворившему все богу но каждое из этих изречений будет иметь приличные истолкования на своем месте рассверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских когда вышло это повеление чтобы убивать мудрецов искали Даниила и товарищи его чтобы умертвить их мучителю они царю свойственно это упорство оно явно незаконно и чуждо всякой справедливости высокомерие и кичливость присвоив себе власть умышляет гибель и находящимся в подданстве иудеем но божественный Даниил увидев это неправедное избиение спрашивает о Риохах которому поручен был совершать такое жестокое убийство стих 15 когда Даниил обратился советом и мудростью к Риоху начальнику царских телохранителей который вышел убивать мудрецов вавилонских и спросил Риоха сильного при царе почему такое грозное повеление от царя Даниил вероятно не знал и не был призван на собрание мудрых вавилонских потому что не прошли еще три года в которые царь вавилонский повелел кормить их царской пищей чтобы по истечению уреченного срока ввести их к царю а если пророк рассказывал прежде этого что они и вошли и оказавшись лучшие предпочтены другим то никто да не удивляется сему ибо вознамерившись кончить тот рассказ ясно показал он все что было тогда потом переходит уже к другому рассказу о том что происходило в протекавшее между тем время а что Даниил не был еще в числе имевших дерзновение перед царем когда царь собирал мудрецов вавилонских об этом свидетельствует не знание его о несправедливом избиении потому потому что об том спрашивал у ореоха не зная о причине и когда узнал осмеливается говорить царю и просить царя дать ему малое время на то чтобы открыл сон и найти истолкование потом пророк открывает нам способ этого изыскания не своей ища в этом славы но нас призывая к подобной же тщательности даниил пришел в дом свой рассказал дело ананиями саилу и азарии товарищам своим чтобы они просили милости у бога небесного об этой тайне дабы даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими подлинно великое расстояние между истиной и ложью делатели лжи лишены божьего вспоможения и водясь одними человеческими помыслами чуждыми благочестия и говорят и делает все к обольщению людей питомца же истины ничего не решается ни сказать ни сделать без помощи свыше исполнение же прошения своих предоставляя над всем назирающему промыслу пребывает недвижимый и непоколебимый и не увлекается туда и сюда но свободно от буря человеческих помыслов и этому свидетель богомудрый Даниил который испросил малое время на открытие сна не в размышлениях провел то но в прошении и молитве и не понадеялся на себя одного но к общению в молитве пригласил из сверстников своих и не обманулся он в надежде и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении и Даниил благословил Бога небесного и сказал Даниил да будет благословенное имя Бог Господа от века и до века ибо у него мудрость и сила он изменяет времена и лета низлагает царей и поставляет царей дает мудрость мудрым и разумения разумным он открывает глубокое и сокровенное знает что во мраке и свет обитает с ним пророк во всем выказывает свою благопризнательность и не просто слагает песнопение но содержанием того делает открытие сна и говорит непрестанно подобает песнословить пресносущего и вечного Бога сей источник премудрости и разумения Бога который правит всем по правоте и благости переменная обстоятельств обличает непрочность человеческого благоденствия и ясно показывает всем могущество свое ибо поставляя царей снова без труда не излагает их и да власть отъемнет ее когда восхочет он податель и премудрости и разума дает ей не просто всем но желающим познать его как скоро восхочет открывает никогда еще не являвшееся но как бы в некой глубине скрываемое потому что не пришло еще в бытие и как мысленный свет во свете живущий неприступном в точности познает все сущее во тьме стих 23 глава 2 славлю и величаю тебя боже отцов моих что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то о чем мы молили тебя ибо ты открыл нам дело царя чтобы возвестить царю таковы души благочестивых они знают что бог снабдитель в нуждах его пристанище притекает и когда поздно им благо не могут памятования о дарах предавать забвение но песнопениями воздают благодетелю богу достойно замечания в этом божественном муже и скромный образ мысли его о себе ибо и творя молитву в молительном общении принял он сверстников и слагая хвалебной песни за принятый им дар снова упомянул о них не сказал возвестил мне о чем я просил тебя но возвестил мне о чем мы просили у тебя этим пророк заключил божественную песню и немедленно говорит он 24 после всего Даниил вошел к Риоху которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских пришел и сказал ему не убивай мудрецов вавилонских введи меня к царю и я открою значение снах это милосердие приличное пророку ибо восхотел не один с друзьями избавиться от несправедливого умертвления но заботиться и о спасении халдеев надеясь этим чудом и от нечестия избавить и привести их к богу всяческих тогда Риох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему я нашел из пленных сынов иудея человека который может открыть царю значение сна из этого опять ясно виден что царь не видел еще опытов добродетелей Данииловой а если бы знал он Даниила то Риох не сказал бы неопределенно нашел мужа от сынов плена иудейского который и возвестит царю значение сна царь сказал Даниилу который назван был Балтасаром можешь ли ты сказать мне сон который я видел и значение его должно заметить и то что пророк не всегда называет себя Балтасаром а только когда говорит он царем который дал ему это имя между тем на вопрос может ли возвести царю сон и сказание его ответил говоря Даниил отвечал царю и сказал тайны о которой царь спрашивает не могут открыть царю ни мудрецы не обаятели не тайноведцы не гадатели но есть на небесах Бог открывающий тайны чудное начало положил учение отринув сон всех неразумных и обнаружив их бессилие и зрек что Бог учитель откровения тайн и присоокупил на небесах отметая этим долу сущих и поклоняемых богов именем единственного числа отмечет множество богов несуществующих а тем что Бог пребывает на небесах показывает что долу видимые не боги но обман производимый человеческим искусством таковым пользуясь началом снова благословением склоняет к благосклонности слух царев ибо говорит царю во веки живих поскольку должен сказать сон присовокупить истолкование и предсказать царю сокрушение царства то начиная речь говорит мое желание жить тебе всегда поэтому не приписывай мне того что открывает тебе сон и потом говорит ты царь сон твои и видения главы твоей на ложе твоем были такие ты царь на ложе твоем думал о том что будет после всего возлежа на ложе говорит пророк размышлял ты вечно ли будешь жить или по общему закону для людей подвергнуться смерти желал же узнать и то чего еще не было и открывающий тайны показал тебе то что будет везде же пророк проповедует единого бога отвергая прелесть многобожия потом показывает скромность мысли о себе самом ибо говорит а мне тайна открыта не потому чтобы я был мудрее всех живущих но для того чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего этого откровения говорит пророк подобился я не потому что премудрие всех людей но чтобы ты знал что желательно тебе знать меня же как слугу своего употребил бог служителя этого видения так начинает он объяснение и сперва сказует самый сон тебе царь было такое видение вот какой-то большой истукан огромный был этот истукан в чрезвычайном блеске стоял он перед тобой и страшен был вид его у этого истукана голова была из чистого золота грудь его и руки его из серебра чрева его и бедра его медные голени его железные ноги его частью железные частью глиняные в приведенных словах пророк дал видеть четыре вещества золото серебро медь железо а глиня же сказал не как об отдельном веществе но как о смешанном железом означает же этими веществами самое великое всемирное царство которое одно за другим обладали большей частью вселенной ибо явно что были и другие царства как видим в настоящее время но не видно что преобладали они над всеми или над большей частью царств напротив того обладают одним или двумя народами и так порог сказует что первое из всех владычество принадлежало ассирианам или что тоже вавилонянам потому что те и другие ассириане но сперва имели столицу в Нине городе у евреев называем Ниневию а потом вавилоне и что царство тех и других одно и то же об этом свидетельствует сам пророк ибо толкуя сон говорит стих 38 голова золотая это ты царь и блаженный пророк Иеремия говорит чаша золотая вавилон в руке господина паяющий всю землю от вина всего пищеязычникам всего ради потрясутся и внезап падет вавилон и сокрушится Иеремия 51 7 а если бы кроме всего было другое царство ассирийское древнейшее его то каким бы веществом наименовал то пророк да и божественный Моисей свидетельствует что это действительно так ибо в бытописании сказало о немроде что был он исполин ловец перед господом присов купил и было начало царства вавилон рех и халне мытье 10 9 языческие писатели вавилоня называют ассириянами до настоящего времени персы царство это именует ассирию посему первое вещество имена золота означает царство ассириян и вавилонян главной же именует его пророк как бывший первым а второе то есть серебро и царство персов и медян потому что кир происходя от тех и других по матери от медяна а по осуже от персов сокрушил царство ассириян и вавилонян и перенес царскую власть к персам пророк назвал его персами и мышцами чтобы показать родство с двумя народами потому что правой рукой означает род отцов а левый род матерний и взаимная связь рук вверено персием в которых заключено сердце таинец помыслов помыслом же совершаются и брачные договоры неодинорек пророк царства македонска явившаяся после персидского и также овладевшая всем уделив же ему чревое и стегно означает чревом Александрову монархию а стегнами по кончине его бывшее разделение царства и железом нарек царство римское оно преемственно следовало за македонским пророк уделил ему голени как части тела находящейся при конце всего тела и способное носить на себе целое тело а ступни ног назвал железными самые же ноги вместе железными и глиняными и дает этим разуметь что не другое царство наступит а то же самое сделается слабее себя самого и перемешается к нему глиняная нетвердость применяет же к царствам различные вещества означает различие не в чести но в силе потому что серебро среднее золота медь тверже серебра а железо в большей мере плотнее самой меди поэтому разность не в чести но в крепости и силе необходимо же исследовать почему порог видел в теле соединение этих веществ ибо ничто не открывается богом всяческих бесцелей и напрасно образ тела имеет только наружный вид но не действительность а такова настоящая жизнь она не имеет ничего прочного и постоянного поэтому блаженный Павел назвал проходит образ мира сего а в другом месте предлагает совет говоря не сообразуйтесь с веком 7 1 Коринфянам 7.3 Рим 12.2 и блаженный Давид изобречая суетность человеческого благоденствия говорит так суетен всякий человек живущий ибо проходит образ мира сего собирает он и не знает кому то достанется в целом 38.6 и так поскольку и настоящая жизнь имеет быстрые перемены потому что все видимое смертно и временно и скоротечно и образ не имеет силы действительных вещей но показывая это одни наружные облики царей князей и подданных свержа этого и вид имеет удоборазрушимый то Бог всяческих вознамерившись горделивого того царя научить суетности человеческого высокомерия и вразумить что все человеческое удобо изменяемо весьма кстати представляет ему во сне образ тела и части его разделяет по веществам изображая тем частое одного за другим преемства царей и всех удостоверяя что он едиными державу непрекращающуюся безначальную и бесконечную одним словом вечное царство к этому блаженный Даниил открывая остальную часть нас присовокупляет 34 ты видела его доколе камень не оторвался от горы без содействия рук ударил в истукан в железные глиняные ноги его и разбил их тогда все вместе раздробилось железо глина медь серебро и золото сделались как прах на летних гумнах и ветер унес их и следа не осталось от них а камень развивший истукан взялся великую горою и наполнил всю землю таково окончание сна истолкование это надлежит начать нам снизу поэтому спросим сперва кто наименованный камнем и являющийся вначале малым впоследствии оказался весьма великим и покрыл собой вселенную поэтому послушаем что говорит сам Бог устами пророка Исаии все полагая в Сионе камни многоценные краеугольные честны избранные в основании ему и всякие верующие в него не постыдиться Исаия 28 16 послушаем что предвозвещает и вызывает блаженный Давид камень который пренебрегли зиждущие сей стал во главу угла Псалом 117 22 это же свидетельство представил иудеям и сам владыка Христос в священном Евангелии говоря не читали ли камень который отвергли зиждущие сей стал во главу угла от Господа было сие и езди в новочах на ваших Матфея 21 42 и блаженный Петр в речи своей иудеям приводя пророчество Господне говорит сей есть камень укорененный укоренный от вас зиждущих стало главу углах Деяния 4 11 и блаженный Павел говорит строя на основании апостолов и пророков камень же краеугольный Иисус Христос Ифесянам 2.20 И в другом месте основание другого никто не может положить кроме положенного которое есть Иисус Христос 1 Коринфян 3.11 И еще пили от духовного камня камень же Христос 10.3 Итак из Ветхого и Нового Завета узнаем что камнем наименован Господь наш Иисус Христос ибо Он был отсвечен от горы без рук родившейся девы без общения брачного Божественное же Писание нередко сверхъестественное рождение называет сечением из камня Исайя напоминая Иудеям о сверхъестественном рождении от Авраама сказал посмотрите на твердый камень на скалу из которой вы иссечены 51.1 посему род Давида есть гора и Христос по человечеству камень отсекшиеся не по закону естества Он древле представляясь малым по причине естества в какой облегся внезапно оказался весьма великой горой наполнит целую вселенную потому что наполнила вся земля ведением Господним и как вода многое покрыло море 11.9 Он ударит тело в ноги глиняные и железные то есть положит конец последнему царству сделает что оно исчезнет уничтожится потому что за всем царством не последует преемственно другого царства но Господь откроет свое царство и соделает то для всех явным всех же тех царей и самая память исчезнет подобно праху поднимающемуся сгумна и развиваемому ветром так пророк сказав царю весь сон присовокупил вот сон скажем перед царем и значение его ты царь царь царей которому Бог Небесный даровал царство власть силу и славу не излезти сказал это пророк но потребил обычное именование потому что под державой царя были все народоправители именуемые царями во всяком месте это не человеческую силу говорит пророк преодолел ты всех но силу Бога имеющего небесное царство давшее тебе сию власть владычествовать над людьми живущими во всяком месте и царствовать и всех сынов человеческих где бы они ни жили зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими ты это золотая голова зверями называют зверонравно живущих варваров а птицами тех которые украшены благоразумием выше прочих людей и парят умом горе над всеми ими говорит пророк Бог поставил тебя царем посему ты глава золотая то есть царство твое потому что пророк говорит не о лице но о самом царстве и по кончине навухадоносора царствовал у лавиланян явил миродах а после него тасар а если о лице навухадоносора сказал пророк ты есть глава золотая то как разуметь слова после тебя восстанет другое царство ниже твоего еще третье царство медное которое будет владычествовать над всей землею ибо этим указывает пророк не на царство не сыновей его но на царство персидское поэтому голова золотая не сам выходоносор но все царство астириан или вавиланян пророк же называет его меньшим царство персидское не как слабейшее но как второе а царство третье царство медное которое будет владычествовать над всей землей это разумеет царство македонское садолел же всей земли Александр сын Филиппов в 12 лет царствования покоривший всех людей стих 40 вторая глава а четвертое царство будет крепко как железо ибо как железо развивает и раздробляет все так и оно подобности сокрушающему железу будет раздроблять и сокрушать разумеет пророк царства римской которое было самое сильное и можно сказать преодолело все народы со всех собирало налоги и дани выражая это пророк употребил слово раздробляет и разбивает разумеет покорность благочиния и узаконенные гражданские постановления а что ты видел ноги и пальцы на ногах части из глины горшечной а части из железа то будет царство разделенное и в нем останется несколько крепостей железа так как ты видел железо смешанное с горшечной глиною пророк назвал царство иным не по роду но по качеству силы а если бы разумел иное породу то назвал бы его пятым как и поименовал третье и четвертое но поскольку знал что конец железного царства будет слабее то весьма справедливо по причине сей слабостью потребил слово иное ибо выше показал его весьма сильным а таково было его начало впрочем не говорит пророк что конец его будет совершенно слаб сказано от корня железного и говорит что пальцы ноги и пальцы на ногах части из глины горшечной и части из железа то будет царство разделенное и в нем останется несколько крепостей железа так как ты видел железо смешанное с горшечной глиною и как персты ног были частью из железа а частью из глины так и царство будет частью крепкое а частью хрупкое к этому присовокупляет а что ты видел железо смешанное с глиной горшечной это значит что они смешаются через семя человеческое но не сольются одно с другим как железо не смешивается с глиною а это показывает что не другое это царство кроме железного но тоже самое пришедшее восслабление и одна часть его крепко а часть расслаблена однако же узороства связует слабую часть крепко ибо сие означает слова смешение будет в племени человеческом будет некоторое смешение посредством брачных союзов между теми другими однако же раздор извратит права родства потому что не будет привязанности друг к другу как и железо не смешивается с глиною так понимаем мы толкование богомудрого Даниила но надо выставить на вид мнение иных прежде нас толковавших это в таком случае яснее видна будет истина и так утверждали некоторые писатели что четвертое царство то есть железо есть Александр Македонский а ноги и персты ножны составлены из железа и глины после него царствовавшие македоняне Птоломеи Селевки Антиохи Димитрии из которых одни слабо другие весьма мужественно владели державою и посредством брака вступали в родство но им должно было знать во первых что золотой главой порог назвал самого Ходоносора то есть царство Вавилонское или Сирийское и за ним по преемству следовало царство вместе Персидское и Медийское потому что Кир происходил от обоих народов и обладая теми и другими по сокрушению царства Вавилонского воцарился над Персами царство же Персидское то есть второе сокрушил Александр Македонский и он как сказал блаженный Даниил соодолел всей земли все это царство наименовал порог третьим за ним по преемству следовало не другое какое царство а римское поэтому толкователям прежде всего надлежало из числа царств из указанных обстоятельств разуметь и дознать что царство Македонское то есть медь есть третье а царство Римское то есть железо четвертое если же казалось им это весьма неясным то должно было судить о всем пророчестве по концу того и попорок вслед за тем как указал на слабый глиняный конец железного царства присовокупил а что то делал ноги и пальцы на ногах части из глины горшей части из железа то будет царство разделенное и в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство которое вовеки не разрушится и царство это не будет предано другому народу оно сокрушит и разрушит все царства а само будет стоять вечно так как ты видел что камень отторгнул от горы не руками и разробил железо медь глину серебро и золото это прямо показывает конец дел настоящих и нескончаемость царства небесного ибо когда железное царство придет в изнеможение и допустит в себя примесь глины тогда явится камень отсекшийся без рук истончит сокрушит раздробит обратит совершенно в ничто глину железо мед серебро и золото а достойным царство даст царство непреемственное вечное и нескончаемое ибо сказано вовеки не рассыплется и другим людям не достанется не будет передана другому народу оно сокрушит и разрушит все царства а само будет стоять вечно если же кто спорит и не согласен понимать это так то пусть укажет что-либо вечное в делах человеческих и какое-либо человеческое царство которое не будет иметь конца ибо маломысленно и крайне неразумно ожидать скончания настоящего века и утверждать что какое-либо царство настоящей жизни будет нескончаемо если же и они также признают что этими словами означается царство какое от бога дано будет достойным то следует что пророк наименовал железом не македонское царство потому что во время его преобладания настоящая жизнь не пришла к концу напротив того царство римское разрушив царство македонское правит кормилом вселенной если же скажешь что сими словами означается первое пришествие господа то пусть докажет что римское владычество сокрушено вскоре по пришествии спасителя нашего но находим совершенно противное вместе с рождением спасителя оно усилилось а не разрушилось ибо владычнее рождество было царство не август а он второй был царь и всех людей можно сказать соделал своими подданными написал по евангельскому слову всю вселенную Лука 2 1 и узаконил уносить дань усилившийся при нем римское царство стоит и до ныне поэтому если первое рождение господа не сокрушило римского владычества то остается поэтому разуметь второе его пришествие ибо прежде осекшиеся уже камень без рук соделавшись горой великой и покрыв вселенную во второе свое пришествие ударить тело в ноги кудельное то есть явится при самом конце железного царства соделавшегося уже бессильным и сокрушит и придаст забвение всякое владычество достойным же дарует вечное свое царство так истолковав это Даниил по необходимости присовокупил великий бог дал знать царю что будет после всего и верен этот сон и точно истолкование его удивление достойно попечения бога всяческих о всех человеках потому что и живущих в злочести не оставляет без своего о них промысла но и их удостаивает всякая о них попечительности как и теперь всего зверонравного злочистивого варвара не оставил пренебреженным но сперва в откровениях показывает ему непрочность благополучия в настоящей жизни и скоротечность самого царства а также и то что в человеческом благоденстве ничего нет постоянного но все наподобие цветов или ливий увядает или опадает и этого достаточно было чтобы не изложить его гордыни его надменное высокомерие и убедить думать о себе по-человечески ожидать конца и жизни и царству поэтому бог оказывает в этом во-первых попечения о царе а потом забвением сна обличает лживость волхов и халдеев показывает же истины своих служителей и посредством мудрости служителей проявляет божественную силу свою и привлекает к поклонению неведущих поклоняться ему требующих себе от всех поклонения принуждает поклониться святым его служителям и сие показывает нам история ибо сказано тогда царь набуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонное курение подумай как много значит что этот горделивец и безумец почитавший себя богом ибо к нему говорит бог устами другого порока ты человека не бог языки ильбатусин всех людей покоривший себе поклоняется пленному иудею занимающему место невольника и думает что через него поклоняется богу его ибо по этой причине повелел царь сей дары принести и благовонное курение то есть принести ему курение семям дает же этим разуметь история что царь приказал сделать это почитавшимся у них жрецами потому что поклонившийся конечно сам принес благовоние если бы обычно ему было священно действовать поскольку же приличность ей было без сомнений другим то сам не решается делать того что ему не принадлежало приказывает же сделать это другим кому именно было обычно а чтобы не подать о себе мысли что напрасно поклоняется человеку Навуходоносор говорит Даниилу истинный бог ваш есть бог богов и владыка царей открывающий тайны когда ты мог открыть эту тайну столько то польза оказал ему правитель всяческих и сном и забвением сна во первых узнал собственную свою малость а потом изведал бессилие богов которым поклонялся свержи этого известное ему стало могущество сущего бога поэтому то и воззвал истинный возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и сказал царь бог ваш есть бог богов и владыка царей открывающий тайны когда ты мог открыть эту тайну называет же богом богом не в смысле божественного писания потому что божественное писание именует богами удостоенных священству сказано богов да не злословишь и князю людей твоих да не говоришь злое исход 22 28 а он навел богами идолов потому что еще не мог вполне сознать бессилие них да знал впрочем разность потому называет бога всяческих и богом богов и господом царей так исповедов сие возвысил царь Даниил и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими и это свойственно божьей попечительности весьма великую пользу подданным приносит благочестие князя так поступал ладыка с Иосифом кратко описывая бывшее с ним и песнословля промысл божий блаженный Давид говорит послал перед ними человека в рабы продан был Иосиф в Салом 104 17 потом исчислив постигший его напасть и упомянув о темницах и узах превосокупил послал царь и разрешил его князь людей и оспустил его поставил его господином на дом своим и князя всему имению своему чтобы наказать князей его как себя и старцев его умудрить так и здесь садял правитель сяческих ибо князем воевод и мудрых вавилонских поставят три блаженного Даниила представил в нем образец благочестия и всякой добродетели однако же пророк не согласился один воспользоваться своей честью но сообщников в молитве принял сообщники и чести ибо сказано но Даниил просил царя и он поставил седраха месаха и авдинага над делами страны воилонской а Даниил остался при дворе царя и сие сходно с учением апостола ибо говорит ныне пребывает вера надежда любовь сие три но любовь из них больше и сей божественный пророк возлюбил Бога от всего сердца от всей души от всей крепости и от всей силы возлюбив же пламенно искренно веровал искренно уверовал уповал получить Божью помощь а получив о чем уповал оказал любовь к ближнему и сверстников садел причастниками в том что получил сам а когда преднаписано было в наше наказание это написано в научении да терпением и утешением писания имеем надежду римлянам 15 4 о Христе Иисусе с которым слава отцу со святым духом во веки веков аминь отделение 3 глава 3 пророка Даниила царь Мухадонос раздел золотой стукан вышиной в 60 локтей шириной в 6 локтей поставил ее на поле Диири в области Вавилонской Благой человек у любви владыка наш как творец и создатель всем человеком хотящий спастись и прийти в разум истины он не хочет смерти грешника но чтобы он обратился и жив был поэтому все строяет для нашего спасения но недугающие бесчувственностью поработившиеся неисцелимой страсти высокомерия не извлекает никакой пользы из божественных врачей уподобляется же некоторым больным отвращающимся от врачевания предлагаемого им врачебным искусством предающиеся невоздержности великому бесчине ежедневно увеличивающим недуг которым страждут таков был сей высокомерный царь когда бог всяческих оказал ему безмерное человеколюбие и после множества беззакония великого злочестия предложил ему врачевание показал непрочность и суетность настоящего благоденствия высоту и знаменитость добродетели которые и пленников принужденных нести и выльи гарабства делают славными царь сей немедленно удивился мудрости пророка и споверил что бог его есть бог всяческих но по прошествии немногого времени возвратился в себя точно пес на свою блевотину как говорит божественное писание и устрояет тело золотое шестидесяти локтей высоту шестидесяти локтей в ширину и поставив его на равнине чтобы над всем равно возвышалось и всем одинаково было видимо повелевает всем поданным поклоняться тому этот поступок не просто высокомерен но прямо безбожен и богоненавистен поскольку бог показал ему во сне великое тело составлено из четырех веществ и через это открыл ему преемство четырех царств то противопоставил богу кичливость свою и сам он устрояет тело дав ему такую величину какую только могло придать человеческое искусство но не из золота серебра меди и железа делает то жалкий царь а уготовляет из того вещества из одного из золота думаю показать символ живость божьих предречений и поскольку блаженный Даниил толкуется он сказал что золотая голова есть он то есть царство вилонское или астерийское а прочие части тела из других веществ царство последующие за главую то сам настрояет все тело из золота и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов наместников воевод верховных судей казнохранителей законоведцев блестителей суда и всех областных правителей чтобы они пришли на торжественное открытие стукана который поставил царь Навуходоносор все это выказывает крайнюю гордыню не просто кого-либо из поданных призвал царь на празднество кумиру но место начальников и вождей тех которым верено управление областями или другое какое-либо узаконенное у них начальство и в начале призвания это казалось каким-то обыкновенным а впоследствии открылось жестокое намерение призвания ибо когда собрались все говорит пророк а тогда глашатый громко воскликнув объявляется вам народы племена и языки в то время как услышите звук трубы свирели цитры цевницы густые симфонии и всяких музыкальных орудий подите и поклонитесь золотому истукану который поставил царь на бухадоносор а кто не падет и не поклонится тотчас брошен будет в печь раскаленную огнем так сей жалки восхищал себе как думал он божескую честь и не удовольствовался что кланялись ему поданные но законил воздать поклонение сие кумиру изумляет всех и веществом искусством величиной сего кумира обольщает и привлекает звуком всякого рода музыкальных инструментов орудий кого не изумила величина кумира не привлекли звуки приятность музыкальных орудий всех устрашает угрожает пищу и и рассуждении всех прочих с успехом достиг он своего намерения ибо видел что все исполняют повеления по причине родолепствовать страху и удовольствию по привычке одни только три блаженные отроки и вратстве сохранявшие нескверненным отеческое благородство Анани Азарий и Месаил отказались от поклонения но не утаились от живущих злочести и халдеев которые всех хотели иметь сообщниками в нечестии поэтому немедленно приступает к царю напоминает ему о постановленном законе который ясно повелевает всем поданным поклоняться кумиру и отказывающимся делать это угрожает пищу и объявляет об тех священных мужах говоря почему когда все народы услышали звук трубы свирели цитры цернис и гусли всякого рода музыкальных орудий то пали все народы племена и языки и поклонились золотому истукану который поставил муходоносор царь в это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев они сказали царю муходоносору царь вовеки живи ты царь дал повеление чтобы каждый человек который услышит звук трубы свирели цитры цернис и гуси и симфонии и всякого рода музыкальных орудий пал и поклонился золотому истукану и кто не падет и не поклонится тот должен быть брошен в печь раскаленную огню есть мужи иудейские которых ты поставил над делами страны вавилонской седрах месах и авдинага эти мужи не повинуются по велению твоему царь богам твоим не служат и золотому истукану который ты поставил не поклоняются сим и зависть свою выказывает и воспоминает гнев царя давай этим разуметь и как бы говоря смотри кого предпочел ты нам кому верил вавилонское государство не захотели они на мысль себе привести величие чести и стать признательным почтившему но величие чести обратили в повод к бесчестию прямо противясь твоим законам и соглашаясь исполнить твои приказания и из этого только видеть можно само правство и неблагодарность их и другим образом можешь дознать что не делает ничего приличного подданным кого почитаешь ты богами тех они не почитают и не воздают должного служения богам которым ты поклоняешься явно отреклись от поклонения кумиру возданного ему всеми подвластными тебе выслушав этот повредившийся в уме царь забывший сказанное им Даниилу поистине бог ваш есть бог богов и господь царей изводит мужей на средину и спрашивает подлинно ли не хотят участвовать с ним в служении богам и отказывается от поклонения кумиру потом советует и вещевает сделать это устрашая угрозой придать огню ибо говорит отныне если вы готовы как скоро услышите звук трубы свирели цитры цевницы гусли симфонии и всякого рода музыкальных орудий падите и поклонитесь истукану который я сделал если же не поклонитесь то в тот же час брошены будете в печь раскаленную огнем и тогда какой бог избавит вас от руки моей потом осмеливается в несказанную зверскую хулу так скоро стал он хулить того кого сам исповедал и о том кто он называл он богом богов предположил что он немощнее человека кого нарек господом царей того преодолеть похваляется этот жалкий но такая дерзость была наследственна ему от предков потому что истинно Херим с великим воинством подступив к Иерусалиму в послании языки выражался такими словами да не обольщает тебя бог твой на которого уповал ты что избавит Иерусалим от рук моих избавили ли боги народов каждой страну своей из руки моей где бог химафов где бог арфафов где бог радости пфарима возмогли ли избавить Самария из руки моей тем более господь избавит ли Иерусалим из руки моей но вскоре и немедленно восприял мзду за свою хулу и многие тьмы воинов умерщвлены единым ангелом сам же он спасший сбег самодостигнув отечество убит рожденными ими поскольку подвиг подвиг язык на творца то приемлет смерть от людей им самим рожденных но этот пример не обуздал языка навуходоносорова и онный сон показавший приемство царей не научил всего царя уцеломудриться напротив того продолжает он мистовствовать против сотворившего ну и бог ополчает на него не ангела как на синахерима но трех отроков пленников принужденных жить на чужой стороне увлекущих иго рабство находящихся в самой весне жизни юных возрастом они это услышав его неистоство и безумную холу немедленно исполнились гнева и ревности отвечали и сказали царю нет нужды нам отвечать тебе на это то есть излишен вопрос тобой нам предложены каких мысли держались мы таких и теперь держимся и немало не переменим их от угроз твоих есть бог которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит кто которым не на словах мы служим который силен избавит нас от печи горящей огнем и от руки твоей царь не думай что бог наш уподобляется твоим богам справедливо пренебрегаешь ты их как получивших бытие от вещества и искусства а наш бог создатель неба земли и всего имеет силу которую показывает видимое ибо силы его над тем что выше видимого неудобно и усматривать непосвященному в божественное его чество и ожидаем неспосылаемой им помощи он в силах избавит нас из рук твоих и из огненной пищи тобою уготованной сказано же после всего превышает всякую меру мужества и боголюбия ибо сказано есть бог наш на небесах который силен спасти нас от печи огненной горящей и от руки твоей исхитить нас и избавить тебя и затем присовокупили стих 18 если же и не будет того то да будет известно тебе царь что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану который ты поставил не поклонимся не из награды работаем мы нашему владыке но и извляемые преданности и любовью служение богу нашему предпочитаем всему в совокупности поэтому избавления от бедствия не просим безусловно но любим домостроительство и промышление владыки и сами не зная что для нас полезно предоставляем кормчему править куда ему угодно ибо верно знаем что силен он освободить нас от угрожающих зол но угодно ли ему сотворить это неизвестно нам предоставляем же это правителю как премудрому и приемлем определение с уверенностью что оно на пользу нам поэтому избавит ли нас или не избавит Бог наш отказываемся поклониться кумиру твоему и богам твоим с такими то душами предстоит тебе борьба как хочешь противоборствуй ни почестями не привлечешь ни угрозами не приведешь в ужас потому что всего достолюбезнее и страшнее для нас Бог что выше сих глаголов прилично применить к ним апостольское слово мы сами не знаем о чем просить римлянам 8 26 но зверомравный министовый мучитель исполнившись ярости так что и лицо его изъявляло душевное смятение велел как можно более разжечь печи а святых мужей приказал связать и чтобы немало не замедлять наказание снятием с них одежды и обуви повелел предать их огню со всем этим то есть и с одеждою покрывалами и обувью это род персидской одежде а покрывало головные повязки а под сапогами разумеет пророк так называемой исподницы или наружу кожаной обертки или кожаную обувь так снят святые мужи связанные преданы огню и сарь для скорости сокращения дела велел их сожечь а божья благодать домостроительствует в этом новое таинство потому что огонь наложенный на них железные оковы как обыкновенно разрешил а весьма удобо сгораемые одежды сохранил невредимыми донесших на святых мужей служителей злочистивого повеления стоявших вне попалил пламень а к самым святым не мог приблизиться но обратившись в бегство от бывших в печи устремился на поклонников своих как бы в наказание им заслужителей владычных проповедники же благочестия такой безопасности и прохлады наслаждались внутри печи что по углям ходили они как по некоим розам и ходили посреди пламени воспевая Бога и благословляя Господа и это служит доказательством высокого их любомудрия ибо сказано что не избавление от беды просили они но воспевали того кто дал такое о них определение и сподобил их этого прекрасного исповедания можно же видеть сход советхозаветнего с новозаветним и во блаженный апостол Петр Иоанн приняв раны в сонмище фарисеев вышли радуясь что за имя Иисуса сподобились принять бесчестие и божественный Павел вместе с силой после тех ран нанесенных им воинами Силипп пребывая в темнице с привязанными к ногам колодами в полуночи как сказано молились воспевая Бога так и блаженные эти отроки ликовствуя в печи продолжали слагать божественную песнь и сперва Азария стал общими устами обливаясь волнами пламени как сказано стих 25 Азария молился и открыв уста свои среди огня возгласил благословен ты Господи Божий отцов наших хвалное и прославленное имя Твое вовеки кто надевится сколько должно мудрости в этом начале песни не в благоденстве и благополучии когда жизнь протекает спокойно но в разожженной печи песнословят Азария Бога всяческих и называют его Богом отцов как показывая этим скромность своего образа мыслей так провозглашает добродетель отцов песнословим тебя Владыка говорит он песнословим мы имеющие таких отцов что благоволил ты именоваться их Богом ибо рабу твоему Моисею сказал ты я Бога Авраама и Бога Исаака и Бога Иакова это имя твое хвально и прославлено не в одно какое-либо уреченное время но во все веки ибо праведен ты во всем что соделал с нами и все дела твои истины и пути твои правы и все суды твои истины песнословим тебя говорит Азария зная правдивость суда твоего ибо верно и справедливо определение твое по которому повелел ты быть нам в порабощении и вдали от своих ты совершил истинные суды во всем все сказанное Азарию заключает в себе одну и ту же мысль но он выразил ее различное песнословие правдивый Божий суд и не давая никакого места неблагодарности поэтому то упомянул об Иерусалиме наименовал ее святым городом нарекший градом избранных тех отцов немедленно присовокупил причину наказания все сие говорит он навел ты на нас за грехи наши ибо согрешили мы и поступили беззаконно отступивши от тебя и во всем согрешили не напрасно говорит и город который сам осветил предал ты врагам и нам попустил стать пленниками но потому что согрешили и беззаконно вы ли отступили от тебя весьма выразительно сказано от тебя то есть от творца и создателя благого владыки питателя и хранителя который освободил от египетского рабства разделил море провел через бездну ударив сухой камень и сточил из него воды подавал все прочие несчислимые в писании благо исчисленные посему согрешили мы отступив от тебя и пригрешили во всем приступили мы не то или другой заповедь но все твои заповеди заповеди твоих не слушали и не соблюдали их и не поступали как ты повелел нам чтобы благо нам было и здесь опять показал превосходство благочестия и мудрость ибо говорит хранение законов и заповеди ничего не приносило тебе законоположнику но нам доставляло обилие благ для этого ты постановил ты те законы нам подавая средства к спасению и так поскольку приступили мы говорит Азария и все что ты навел на нас и все что ты садел с нами садел поистинному суду наказание заслужено грехом потом показывая в чем состояло оно присовокупляет и предал нас в руки врагов беззаконных ненавистнейших отступников и царю неправосудному и злейшему на всей земле предал ты нас поскольку неблагоугождали мы тебе царю нашему но пренебрегали благость твою то принудил нас работать царю жестокому свирепому вовсе не знающему справедливости у которого и подданные подобно царю в лукавстве однако же подвершись стольким бедствием лишенным и всякого дерзновения и стыд возбраняет нам обратиться к тебе с прошением ибо это разумеет Азария говоря стих 33 и мы не можем открыть уз наших мы сделали стыдом и поношением для рабов твоих и чтущих тебя однако же мы укоряемые осмейные поруганные врагами нарисаемся твоими рабами и умоляем тебя ради имени владычества твоего на нас возложенного покажи могущество твое противникам и не вовсе отчуждай нас от промышления твоего но не предай нас навсегда ради имени твоего и не разруш завета твоего нет нет нас милости твоей ради Авраама возлюбленного твоего осмелится же сказать это говорит Азария имея много залогов благости твоей и во-первых самое имя твоего владычества потом безмерную милость какой водясь всем правишь ты а сверх этого завета твои с отцами нашими потому что обещал ты им род их сделать знаменитым и славным после всего упоминает имена отцов всем упоминанием праведников преклоняя на милость благого владыку и говорит ради Авраама возлюбленного тобой ради Исаака раба твоего и Израиля святого твоего который ты говорил что умножишь всем их как звезды небесные как песок на берегу моря им которых возлюбил ты владыка и садял присно чтим ими обетовал ты это что род их с песком сравнится множеством и звездам уподобится блистательности высотою и славою потом Азария с лечения с обетованиями приводит события и говорит мы умолены господи более всех народов и унижены ныне на всей земле за грехи наших и чтобы не показать что обетование сие обвиняет в лживости тотчас превысокупил говоря за грехи наши не ты владыка нарушил обетование но мы приступили завет и быв обетовании многочисленны и превосходя всех числом грехов ради наших стали малочисленны ибо сие дал разуметь Азария сказав умолились не сказал малые малочисленны мы в сравнении со всеми народами но умолены то есть превосходили их числом по обетованию твоему приступив все заповеди твои из многочисленных стали малочисленными потом открывает перед Богом тяготеющие над ними бедствия никак не ведущему объясняем но описанием горестей преклоняя его на человеколюбие но сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты то есть лишенным и царства пророчества священства божественных и великих даров твоих под управлением которых проводили жизнь как при всесожжении овнов и тельцов и как при тысячах тучных агнцев тогда будет жертва наша пред тобой иными благоугодную тебе и показывая причину по которой невозможно приносить жертв непосредственно за этим присовокупляет что нет и места где приносить жертвы и ныне мы следуем за тобою всем сердцем и боимся тебя и ищем лица твоего твой жертвенное священнослужение закон ограничил одним местом и явное беззаконие приносить жертвы на другом месте не хотят слышать этого иудея но снижая очи затыкая уши осмеливается все делать противозаконно святые же отроки зная цель закона сказали что нет места где приносить жертву пред богом и обрести милость и поскольку говорит о зале невозможно достигнуть всего находящимся вдали от святого того града то изобрели мы некий способ служения тебе владыка душой сокрушенную да будем мы приняты тобою как при всесожжении ловнов и тельцов как при тысячах тучных агнцев так да будет жертва наша пред тобой ныне благоугодную тебе ибо нет стыда уповающим на тебя поскольку закон твой не дозволяет на всяком месте приносить законенные жертвы то вместо ловнов и тельцов и бесчисленного множества агнцев приносим тебе сердце сокрушенное и смиренное и умоляем чтобы сие было приятно для тебя всякой жертвой приятнее потому что обычно тебе уповающих на тебя избавлять от всякого стыда сие же не просто изрек святые сей муж но наученный пророком Давидом который в псалме пятидесятом говорит я дал бы жертвы все сожжение и жертвы ты не благоволишь принять жертву Богу дух сокрушенный сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия еще от лица Божия говорит он ем ли я мясо тельцов или пью кровь козлов принеси Богу жертву хвалы и воздай Вышню молитвы Твои призови меня в день скорби Твоей и исхитю тебя и прославишь меня Псалом 49 13 и через несколько слов жертву твоей хвалы прославишь меня и там путь когда я явлю тебе спасение мое наученный всему божественный сей муж просил вместо всякой жертвы принять сокрушенное сердце потом присовокупляет и ныне мы следуем за тобой всем сердцем и боимся тебя и ищем лица твоего не посрами нас но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей множество бедствий садяло нас совершенно иными преступникам заповедей твоих обучило всем сердцем бояться искать тебя лицом же божьим назвал здесь азария благоволение возвращение свободы возобновление подтечения пользуясь которым можно было бы видеть их божий храм и совершаемые там службы в которых как представляли они был видим бесплотный и невидимый бог поскольку же наказанием произвел ты в нас такую перемену то стих 42 не посрами нас но сотвори с нами по снисхождению твоему и по множеству милости твоей и избави нас силы чудес твоих и дай славу имени твоему господи за сие сподоби нас помилование и человеколюбие потому что обычно тебе миловать ко всем являть долготерпение изволение же твоему сопутствует и сила свидетельствует о том непрестанно совершаемые тобою чудеса и с нами совершаемое соделает что песнословием будет имя твое не нами только спасенными но и теми которые увидят наше спасение поэтому дай славу имени твоему господи и да постыдятся все делающие рабам твоим зло и да постыдятся со всем могуществом и силой их да сокрушится и да познает что ты господь бог един и славен по всей вселенной когда явишь нам человеколюбие сие исчезнет дерзость сопротивных угаснет неистос твоих сокрушится высокое о себе мнение и познают они что ты единый господь и бог достойный песнопения целой вселенной и поклоняющиеся ныне многим богам познают бессилие богов своих поклонятся же силе твоей так вековали верженную в печь слуги же царевы и обвинители святых не переставали подкидывать в огонь горючие вещества и их ворост и пакли и нефть сие же употреблялась в стране той как способной усиливать пламени и столько доставляемой было пищи пылающему костру что поднимался пламен над печью на сорок девять локтей и пожигал приближающихся халдеев и стоявшие в ней разжигали пламени ангел за божий рассеивал пламень и содел что огонь порождал и распространял из себя на тела святых некое прохлаждение и умеренно влажное веяние доставлявшее святым великое усложнение ибо сказано и выбросил пламени огня из печи и сделал что в средине печи был как бы шумящий влажный ветер и огонь нисколько не прикоснулся к ним и не повредил им и не смутил их но взирая на это никто да не умаляет подвиги святых а да припоминает те священные слова есть Бог на небесах которому мы служим и силен он исхитить нас из печи горящей огнем и от руки царя избавить нас а если не так да будет тебе известно царь что богам твоим мы не служим и тельцу злотому которого ты поставил не поклонимся поэтому святые отроки сии пренебрегли тот пламень не сей конец имея ввиду но ожидая себе смерти подвигоположник же наградил их как ему было угодно и посрамил тех нечестивцев а их садил преснославим ими и так сподобившись этого спасения блаженные и треблаженные даже многократно треблаженные отроки ни одному уже представили песнословить Бога но по сказанному тогда сии трое как бы одними устами воспелись в печи и благословили и прославили Бога прекрасное согласие свое и чудное песнопение противопоставляя согласие музыкальным орудием перед кумиром и показывая что не поклоняться кумиру полезнее нежели поклоняться ему начинает же песнь свою так стих 52 благословен ты Господи Божи Отцов наших и хвальный и превозносимый вовеки и благословенно имя славы Твоей святое и прихвальное и превозносимое вовеки это слова самой пламенной ничем не удовлетворяющейся любви уязвляемая этой любовью ищет наименований которые могли бы выразить достоинство песнословимого и не находя усиливает их приложениями означающим превосходство именуя превознесенным и припетом не его только самого но и имя славы его прекрасно же называет везде Господом и Богом отцов признавая что сами они не достойны сего наименования благословен ты в храме святой славы твоей прихвальной и преславной вовеки неизгладима в них памятования о Божьем храме и как точные хранители закона по закону совершают они молитву и как бы говорят взираем на тот храм где обыкновенно являлась слава твоя возносим тебе это песнопение ибо если тысячекратно будет он сожжен но всегда причастен твоей святыне и чтобы не подумал кто будто бы ограничивает они местом бесплотного и беспредельного Бога по необходимости присовокупляют благословен ты видящий бездны воссидающий на херувимах и прихвальный и превозносимый вовеки неизгладима в них потом показывая кого называют престолом непосредственно за всем прибавляют благословен ты на престоле славы царства твоего и прихвальный и превозносимый вовеки и поскольку тот храм имел то же изображение херувимов а святая святых то чтобы слышащие не потерпели от этого какого-либо вреда и не подумали что Бог ограничен врачу и слушатели говоря благословен ты на тверде небесной прихвальный и превозносимый вовеки ты повсюду говорят они все наполняешь и содержишь всю тварь так песнословие призывают к общению в песнословии всякое сотворенное естество и разумное и неразумное и недушевленное ибо говорят благословите все дела Господни Господа пойте и превозносите его вовеки и не довольствуются этим общим призванием но призывает каждую тварь по розе не только твари видимых но и невидимое естество ибо говорят благословите ангелы Господни Господа пойте и превозносите его вовеки и чтобы не продлить слово до чрезвычайности толкуя о каждом призвании скажем что призывает к кликовствованию неба воды которые превыше небес силы окружающие Божий престол призывает солнце и луну и прочее светило даже не только что на небе но и что бывает в воздухе дождь росы и ветры потом противоположные между собой качества холод зной потом совокупность естества его действия огонь и жар потому что огонь есть имя естества а жар не сущность но действия огня призывает росу инии лед мороз снег инии молнии облака как сродны между собой и близки по происхождению потом ночи и дни и что производит их свет и тьму потому что первая суть именования последние силы и вещи сказано нарек Бог свет днем а тьму нарек ночью ибо хотя и тьма есть тень а не сущность однако же она есть нечто случающее и производящее ночь а поскольку упомянули о России инии то по необходимости указывает их источники ибо сказано благословите молнии и облака одни как рождающие а другие как предуказующие рождение пророк говорит молнии в дождь сотворил псалом 139 так упомянув о том что на небе и в воздухе и всему повелев песнословить с призванием к песнословию обращаются к общей матери земле и говорят стих 74 да благословить земля господа да поет и превозносить его вовеки благословите горы и холмы господа пойте и превозносите его вовеки благословите господа все произрастения на земле пойте и превозносите его вовеки благословите источники господа пойте и превозносите его вовеки поскольку же к долне части принадлежат море и реки то по необходимости сделали упоминание и о них упоминает же и питаем их морем ибо говорят благословите господа киты и все все движущиеся в водах пойте и превозносите его вовеки после этого призывают и зверей и скотов последнее всех естество человеческое соблюдая в этом порядок мироздания потому что блаженный Моисей написал что прежде приведено в бытие Божием видишь и победу прославляет одержанную над огнем и свой собственный и царя своего спасения же и дерзновения пленных тех отроков и гняли учению благочестия преподанного в песнопении так воспевшее напоследок присовокупляет стих 88 благословите Анания Азария и Месаил Господа пойте и превозносите его вовеки так они почитали себя последними в твари униженными более всех людей таков был и блаженный Павел который говорит мне меньшему всех святых дана была сия благодать и в другом месте Христос пришел мир спасти грешников из которых я первый и из грешников именует себя первым а из святых называет последним так и блаженные сии себя последними призывает воспевать Господа и превозносить его вовеки потом описывает чудо ибо он излёг нас из ада и спас нас от руки смерти избавил нас из среды печи горящего пламени и среды огня избавил нас и